Валентин Сергеевич Я хотел бы остановиться на покупке двух законов, четвертым и пятым, на покупке акций Сбербанка. Мы утверждаем, что эти два закона появились с целью раскассирования фонда национального благосостояния, который на 1 марта составил 8 триллионов 240 миллиардов и не соответствует небюджетному кодексу 96.10 статьи, который гласит, я для вас зачитываю, фонд национального благосостояния, представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности покрытия дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, точка других целей не обозначена. Поэтому покупка у Банка России акций является нарушающей бюджетный кодекс. Более того, немножко истории. В 1963 году Минфин Советского Союза передал систему сберегательных хаз Банку России бесплатно. В 1990 году, после объявления Сберегательного банка Российской Советской Федеративной Республики собственностью России, опять же, Сбербанк России передал бесплатно, то есть Сбербанк был передан Сбербанк России и он был акционирован бесплатно. Но с пакетом акций 50 плюс 1 государство. Второе. Вы, наверное, слышали вчера, Макаров неоднократно в выступлении говорил о том, что в принципе государство покупает у государства. Ну, как вы себе видите, вот вы в семье, а государство это большая семья, да? Покупаете левый карман у правого. Но только для граждан от этого, ну, большой, круглый от бублика пустота, понимаете? Если посмотреть дальше, то с нашей точки зрения закон к третьему чтению претерпел концептуальные изменения. В чем они выражаются? Я вам зачитаю того же Макарова за его подписью заключение. Обратите внимание, чтобы не быть голословным. Голословным, видите? Вот это к первому чтению документы. Вот написано. Если не видно, можете поближе взять. Заключение комитета по бюджету и налогам подписано А.М.Макаров. Написано. Это я о второй части. О том, что миноритарные акционеры, многие не знают, что у нас 48,34% акций Сбербанка вообще гуляет в свободной продаже. И сегодня 45,64% акций принадлежит нерезидентам. Среди нерезидентов 40% – это американцы, 8,3% принадлежит британцам и швейцарцам. Ну и дальше, чтобы вам было понятно, Макаров пишет. В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством Российской Федерации. Это же написано и подписано только что выступавшим Аксаковым. Смотрите, тоже черным по белому. В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России вправе обязательное предложение направить о выкупе акций. Что сие значит? Сие значит, что все миноритарии – американцы, британцы и другие – еще 2,8 триллиона из ФНБ – потребуют на выкуп своих акций. Ну, какой дурак еще не воспользуется бесконечными возможностями Российской Федерации и мошенническими схемами, предлагаемыми в законном порядке. Причем, по нашему мнению, в этом псевдозаконе предложен и механизм дальнейшего раскассирования самого Сбербанка, потому что в статье 4 на отчуждение Банком России обыкновенных акций Сбербанка, предусмотренную частью первой настоящей, не распространяется положение федеральных законов, регламентирующих порядок получения предварительного и последующего согласия Банка России на приобретение акций Банка, получение согласия Федерально-антимонопольного органа на осуществление сделки с акциями Банка, уведомление Митинской Банка России о приобретении права распоряжения определенным количеством голосов. Что сие значит? Это значит, что сегодня одним из препятствий при осуществлении крупных сделок является антимонопольная служба, которая препятствует мошенническим схемам. Они и на сейчас, и на будущее закладывают схему, когда не надо будет получать заключение ни антимонопольной службы, ни Банка России, ну а поживиться на бедных кладчиках, коих там 50% россиян. Понимаете? Поэтому мы будем а. требовать снятия этого закона сегодня с рассмотрения, ну и б. в случае оставления повестки будем голосовать категорически против. Сегодня будет рассмотреться в третьем чтении дополнение изменения федерального бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы. Это связано с тем, что сделаны целевые дополнения для того, чтобы финансово обеспечить реализацию тех направлений и задач, которые поставлены в послании президента. Наши фракции во всех чтениях первом и во втором поддержали данный законопроект, потому что мы понимаем его целевой характер. Именно поэтому и поддерживаем. Поддержим и в третьем чтении. Сегодня фракции проголосуют за принятие данного закона, но одновременно мы должны заявить, что все те самые цифры, которые были заложены до начала вот этого нефтяного и рублевого кризиса, они уже сегодня не соответствуют действительности. Их нужно сегодня, по сути дела, индексировать. Потому что при принятии закона о бюджете были предусмотрены такие цифры. Инфляции 3%. Мы сейчас понимаем, что по итогам этого года инфляция будет гораздо выше. Специалисты, эксперты говорят, что это будут цифры не ниже 5%. Таким образом, все цифры надо будет обязательно пересмотреть. Следующее. цена на нефть баррель 57% было направлено. А в конечном итоге сейчас даже исправили на 57,9%, а нынешний курс порядка 32%. Вот эту всю разницу, безусловно, бюджет будет терять. И нам эти источники надо будет еще раз пересмотреть. И третья сторона. Рубль при принятии данного федерального закона определялся по отношению к доллару 65,7%. Даже занижен был курс в этих законах 63,9% рубля за один доллар. А сегодня мы понимаем уже 75%, возможно 80%. Специалисты говорят, что может быть и 85%. Поэтому только для того, чтобы обеспечить начало работы по реализации посланий президента, связанной с социальной защитой, детей, школьников, граждан разных категорий, мы сегодня поддержим. Но одновременно будем предлагать меры к тому, чтобы пересчитать все эти цифры с тем, чтобы они соответствовали нынешнему текущему положению дел. И постановление Государственной Думы также будем поддерживать, потому что там предусмотрены меры с одной стороны проверить муниципальные долги, насколько они сегодня реально можно будет их выполнять. с другой стороны есть у нас регионы, помните, говорили о том, что с низкой рождаемостью, демографическими проблемами их нужно поддерживать. Ну и безусловно, это самое главное в деятельности фракции КПРФ поддержка комплексного развития сельских территорий. Пока 32 миллиарда выделено, мы добивались и добиваемся 80, и вот эти задачи мы безусловно будем ставить. Второй законопроект это дополнение изменения пенсионного фонда с тем, чтобы обеспечить выплату материнского капитала. Мы категорические фракции КПРФ отвергаем, когда другие партии, Единой России фракции обвиняют нас в том, что мы не хотим выполнять послание президента и не хотим помочь детям, матерям, семьям и другим категориям граждан. Но весь процесс здесь заключается в том, что материнский капитал 112 миллиардов долларов дополнительно выделяется за счет рублей, да, выделяется для того, чтобы обеспечить, снизив сумму финансирования пенсионных обязательных страховых начислений где-то на 116 миллиардов рублей. Таким образом, получается, у пенсионеров мы отнимаем, материнский капитал обеспечиваем, но и, с другой стороны, за счет того, что инфляция будет заложена 3%, снижаются существенно все единовременные денежные выплаты, которые положены самым различным категориям пенсионеров наших граждан. Такая политика, безусловно, не соответствует социально-экономической программе КПРФ и ее фракции. 15 тех самых предложений, которые мы вносили с вами при изменении Конституции, они остаются главными задачами и сегодняшняя работа нашей фракции в нынешнем текущем заседании вновь убедительно подтверждает, что мы неуклонно следуем нашим курсам. спасибо за внимание. Вы знаете, и дабы завершить, подтверждая сказанное Валентин Сергеевичем, обратите внимание, вам многократно в первом, во втором незаконно выступая, как первым, Макаров рассказывал о том, что средства, которые потом перечислят Центробанк Минфин как прибыль, пойдут на нас в проект. Но позавчера прозвучало заявление Центробанка о том, что лучше задержать перечисление средств с апреля на декабрь. Я вас спрашиваю, что господин Макаров с Центробанком запланировали уже в 2020 году не выполнение национальных проектов, а к этому идет. И получается так же, как у нас, вы помните, у нас были 11 указов, которые с успехом провалены. С нашей точки зрения национальные проекты пока идут по этому же алгоритму и с успехом проваливаются. А там, кстати, вот в этом году указом президента год определен гонопредпринимателей. Но за прошлый год из триллиона, которые предполагались через МСП на кредитование предпринимательства всего 206 миллиардов почему-то кредита выделили. А где 800 еще? Ну, пока ищем. Поэтому удачи вам и объективного освещения. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok